Дальневосточная красавица черебуха Маака, европейский астролистный клен, североамериканская небесная ель. Коллекция барнаульского дендрария насчитывает больше полутора тысяч уникальных растений, завезенных со всех уголков планеты. Научный сотрудник дендрария Галина Синогейкина знает все названия, а также может рассказать интересные истории про каждый экспонат. Приветливый клен. Посмотрите, когда ветерок дует, и он листочками машет, как будто приветствует вас. К сожалению, говорит Галина, поприветствовать посетителей этот клен сможет не скоро. В дендрарии после июньского урагана царит полнейший хаос. Во всей территории разбросаны сотни уникальных деревьев. Научные сотрудники, студенты, волонтеры и просто неравнодушные люди уже не первую неделю разгребают завалы. 121 растение – это погибло, которое придется полностью убрать. Ну и плюс, конечно, сотни растений, у которых ветки сломаны, процентов 20 только убрано. Приводить в порядок дендрарий будут целый год. На это время его и закрыли, но некоторых барнаульцев это обеспокоило. Накануне в редакции раздался звонок. Жительница на горной части Барнаула, которая пожелала остаться неизвестной, высказала опасения. Что, если руководство не станет полностью восстанавливать дендрарий, ведь на это потребуется десятилетие, а просто продаст его частному лицу под застройку. Общественник Алексей Грибков давно следит за судьбой дендропарка. И опасения жителей считает не без оснований. Напоминает, подобные слухи уже ходили год назад, когда территория парка перешла в федеральную собственность. Но тогда все обошлось, дендрарий сохранили. К сожалению, опасения людей не беспочвенны. Такие факты, такие случаи регулярно происходят. И у нас, и в других регионах. Я тут полностью разделяю опасения жителей. Необходимо следить за этой ситуацией, осуществлять общественный контроль. Он самый действенный, самый эффективный. И не допускать попыток отчуждения, передачи частной собственности или какой-то застройки. Но опасаться нечего, заверили нас сотрудники дендрария. Главная задача сейчас – восстановить растения, а не уничтожать. Земля федеральная, поэтому мы не можем ей распоряжаться. Под застройку она никак не пойдет. Дендрарий откроет, прогулки будут. Пусть люди не боятся, не опасаются. В институте Лисовенко обещают, дендрарий будет открывать по мере восстановления. И первая часть откроется уже осенью, если, конечно, погода не помешает. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости. Продолжение следует...